На строительной площадке, где возводится проектно-конструкторская технологическая бюро Савалмаш, в декабре работы шли по разным направлениям. Внутри здания продолжился монтаж межкомнатных перегородок на всех этажах. Формировались отдельные помещения, в которых началась разводка электричества. Начался новый этап – процесс разворачивания и сборки технологического оборудования перевезенного с арендованных площадей. Также началась приемка инженерного оборудования соответственного хранения поставщиков. В будущей испытательной лаборатории ПКТБ залито финишное напольное покрытие, антистатический полимерный пол. Осуществлен глубокий ввод трансформаторов. Это устранит вероятность помех и сбоев в работе будущего ПКТБ. Продолжились работы с инженерными сетями внутри и снаружи здания. Траншеи, вырыты для подключения к теплотрассе, выполнены под бетонка. Установлены корыта, лотки, начатый монтаж и сварка труб. Демонтированы плиты временной дороги, чтобы начать земляные работы для подключения центральной канализации. Строители трудились также над выводом ревневки и другими задачами. Напоминаем, что темпы строительства сейчас зависят от объема финансирования. Ваши инвестиции ускорят реализацию проекта. Выгоднее всего инвестировать в проект до конца 17-го этапа финансирования. С переходом на новый 18-й этап дисконтные инвестиционные доли снизятся. В декабре с визитом в Савалмаш побывала делегация из Китая. В лице Виктора Арестова, генерального директора АСПП ВХ Текнологи, и Даниэля Чана, вице-президента одного из крупнейших заводов Китая по производству электроинструмента. Для гостей были проведены экскурсии по территории ОИЗа и Технополис Москва, строительные площадки и арендуемым площадям Савалмаш. Кроме того, состоялся ряд рабочих трехсторонних встреч с участием российских компаний, которые являются клиентами и партнерами китайского предприятия. На встречах обсуждалось сотрудничество и другие вопросы. 1 декабря на популярном YouTube-канале «В процессе» вышло видео о компании Савалмаш и проекте народного финансирования. Ведущий видеоблога и его съемочная группа досконально подошли к теме, изучили суть проекта, побывали на арендованных и строящихся площадях Савалмаш, пообщались с Дмитрием Дуйновым, Александром Сударевым и другими сотрудниками компании. Видеоролик интересным и простым языком отвечает на самые острые вопросы о проекте. Технополис Москва, на территории которого строится инжиниринговый центр Савалмаш, вновь занял первое место в шестом рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Национальный рейтинг был составлен Ассоциацией кластеров и технопарков России по результатам работы 28 особых экономических зон за 2021 год. Эксперты оценивали условия для предпринимателей, созданной в технопарках. По итогам рейтинга компания Савалмаш, как резидент Технополиса, получила благодарственное письмо от его руководителя за вклад в развитие ОЭЗ. В декабре в проекте стартовала акция по увеличению полностью оплаченного инвестиционного пакета. Если у вас есть такой пакет, вы можете увеличить его по дисконту приобретения до 31 декабря включительно и покупать доли компании намного дешевле, чем они стоят в проекте сейчас или будут стоить после перехода на новый этап финансирования. Также до конца декабря вы можете получить купоны на участие в новогодней лотерее и выиграть один или несколько инвестиционных пакетов. Каждый раз, когда сумма ваших платежей, внесенных в срок действия акции, достигнет 250 долларов, вы получите один купон на участие в лотерее. Это может быть один платеж 250 долларов или серия платежей в сумме, составляющая 250 долларов. 10 января мы разыграем инвестиционные пакеты по дисконту 17 этапа. Один пакет номиналом 15 тысяч долларов, 10 пакетов номиналом по 1000 долларов каждый. Мы внесли изменения в условии опции «Подарок другу», чтобы она еще больше способствовала развитию проекта. Теперь за каждого приглашенного друга вам начисляется 5 долларов на партнерский счет. Вашему другу мы дарим 25 долларов на основной счет в личном кабинете. Эти средства он сможет инвестировать в проект. Напоминаем, что вместе с 2022 годом завершится 17 этап финансирования проекта. Итоги года и этапа мы подводили в декабре на отчетном вебинаре, который вышел с переводами на 13 языков. Ссылки на вебинар и подробности всех акций вы найдете в описании этого видео.